Добрый день! Очень позитивные. В целом зафиксированы изменения в лучшую сторону практически по всем показателям социально-экономического и демографического развития нашего города. Давайте кратко знакомимся с ними. Начнем с демографии. В целом наш город растет. На 1 января 2021 года зарегистрировано 347 тысяч человек. Мы с нетерпением ждем результат проведенной в 2021 году всероссийской переписи, чтобы узнать на сколько наш город стал больше, сколько нас проживает. В целом по динамике мы видим, что город растет примерно на 7 тысяч человек ежегодно. Благодаря такому росту наш город занимает 59 место в списке лучших городов Российской Федерации. В целом один из самых быстрых городов, один из молодых городов Российской Федерации, что оставляет нам большие надежды на динамичное развитие нашего города. По структуре доходов и расходов бюджета. Перед вами представлен слайд, в котором мы видим то, что по результату 2021 года у нас по структуре доходов 22 миллиарда 145 миллионов рублей. Фиксируется увеличение доходной базы и за счет собственных доходов, и за счет поступления из высшестоящего бюджета. По структуре расходов мы видим 27 миллиардов, то есть 8 миллионов рублей. В целом, могу сказать, что у нас проведена большая работа с республиканскими правительством Синтархан, благодаря его личной поддержке у нас увеличенные поступления как и по столичным функциям, так и по безразумным поступлениям по национальным проектам и мероприятиям, которые проводятся в городе. У нас остается большая доля 64% поступлений до НДПЛ, 41% поступлений до специальных режимов, включенные системы налоговложения, потентной системы налоговложения. В целом, хотелось бы позитивно заметить то, что у нас проведена работа по сокращению муниципального долга. По состоянию, на первое говоря, в 2022 году у нас 40% составляет, собственно, доход уменьшено практически на 355 миллиардов рублей. То есть мы видим снижение на 8% муниципального долга. Бюджет по расходам остается социально направлен. Более 60%, 67% по расходу это социальный спирал. Ну, конечно, из города, вот, на бюджет этого фактически поставляет. В городе Якутске реализуются 5 из 7 возможных муниципального долга и национальных проектов. Значит, мы видим, что перед вами представлены 3 года реализации национальных проектов на территории города Якутска. И, по-моему, видно динамику увеличения средств, вкладываемых в развитие города Якутска. В 2021 году в 28 раз больше ухоженных средств, чем в предыдущем 2020 году, общая объект финансирования составил 6,2 миллиарда рублей. Наиболее значимый из них – это программа переселения, по которой по жилью и городской среде будет на более 3,7 миллиарда рублей. Следующий по значимости идет проект, национальный проект безопасной и качественной дороги, демография, образование, цифровое специально перед экраном. В целом, это очень хорошая динамика роста, соответственно, город улучшается, развивается на вкладываемых средствах национальных проектов. К слову, все национальные проекты у нас реализуются в срок, значит, по реализации национальных проектов мы остаемся, значит, в каждом из проектов. Дальше, несмотря на очень сжатые сроки строительного монтажа, работы и возрастающего объема, город Якутска справляется с поставленными задачами. Дальше. По программе переселения из верхнего вида жилья в рамках национального проекта, значит, вот перед вами представлены цифры, которые показывают у нас динамику за 3 года, это 19, 20, 21 год. Значит, здесь хотелось бы ответить то, что синяя столбеца даст количество людей и квадратный метр, который мы переселяем в рамках республиканской адресной программы, и красный столбец это то, что мы удаемся с вами сделать в рамках муниципальной программы за счет нашего местного бюджета. Цифры перед вами представлены. Хотелось бы отметить то, что по этапу 2021 года, то есть те переселения, которые пойдут до конца 2022 года, у нас идет качественное увеличение количества показателей, мы будем переселять с опережением и 2022, и 2023 год. В целом по гражданскому средству, по поводу жилья, значит, у нас фиксируется то, что постепенно мы выходим из кризиса, связанного с переходом на проектное финансирование, на искром счета, у нас идет увеличение количества выданного разрешения средства для средства на квартирное жилье, и в целом мы, значит, уверенно, можно сказать, что уже при сохраняющей трене в ближайшее время мы выйдем до кризисных показателей около 300 тысяч квадратных метров жилья. Основные показатели представлены перед вами на слайде. Порядка 160 тысяч квадратных метров жилья было введено в 2021 году. Значит, у нас 151 квартира была представлена детям-сиротам, значит, и 176 разрешений средства было введено. У нас 30 семей получили поддержку, как молодая семья. Дальше, пожалуйста. Проблема, один из сложных вопросов, которые остаются одной повестки, это оставлять жилья многодетным семьям. У нас, значит, более 7 тысяч семей сегодня имеют такое право, не могут его реализовать ввиду отсутствия семейных участков. В 2021 году была проведена решаемая штатная работа, доведена до логического завершения в плане перехода права собственности в муниципалитет из федеральной собственности. Росимущество, как вы все знаете, уже несколько лет привелась работа с 2019 года по получению земельных участков, которые находятся на Вилюбском тракте, на Цирском тракте и на Магане. В 2021 году два земельных участка, более 3 миллионов квадратных метров, получены из Росимущества. В этом году мы планируем провести работу по проекту планировки, проекту нежелания территории, начать работу по подведению коммуникации и уже в начале 2020 года объявим о распределении среди очередников, это более 2 тысячи 100 земельных участков. В этом году в планах стоит доведение до логического завершения работы по Маганскому тракту, там более тысячи земельных участков, которые мы также распределим среди очередников, но это позволит почти более чем на 3 тысячи человек снизить очередность, которая есть на текущий момент. Строительство объектов образования. Мы в 2021 году в рамках взаимодействия с госкорпорацией провели большую работу. К слову, она уже началась, реализовывалась в 2021 году. В этом году мы начали в рамках первого этапа строительства трех пристроев. Это школа номер 5, школа номер 12 и средняя образовательная школа Катаса. Мы до конца года планируем пристроить 720 мест. Также у нас идет строительство. И планируется школа на 919 мест на автодорожном обоге, в Промете. Также у нас в рамках текущей работы мы подписали соглашение. В рамках трех этапов планируется строительство школ, пристроив на 11,5 тысяч мест. Это основной результат, который мы достигли. Также у нас в рамках проекта были уступлены места для детского саду и среди в микрорайоне. Мы провели плановые ремонты в летнее время. Как вы все знаете, решением нашего президента Владимира Владимировича была заключена масштабная программа капитальных ремонтов в городе Якутска. Прошло год на 11 школ. Мы выделили наше софинансирование, более 100 миллионов рублей на это дело. И в мае месяце планируем начать капитальный ремонт в 11 школах города Якутска. Основные данные у вас перед слайдом представлены. По мерам социальной поддержки у нас по шести направлениям исхода в год работы проводится. Основные цифры у вас представлены перед экраном. Много мероприятия, которые связаны с поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось 23 человек у нас в городе Якутске. Вдов, инвалидов, порядка 14 тысяч человек у нас в городе Якутске. Ну и, значит, связанные мероприятия с проведением коммуникаций, благоустройством, проведением ремонтов в домах проживающих лиц, которые проходят по мерам поддержки, социальной поддержки водоотворных искусств. Основные показатели у вас здесь перед слайдом. Я не буду их зачитывать. Дальше, пожалуйста. По национальным проектам у нас следующий позначим, у нас это идет национальный проект безопасной крачной дороги. Но у всех наступку, на виду, в течение двух лет мы провели эти масштабные работы. Остаемся, значит, в рамках всех региональных планов. В этом году мы более 38 километров, 35 километров, 48 метров, 800 метров. Мы проведем работу. В 21-м году у нас был абсолютный рекорд. Более 48 километров дорог были отремонтированы. Значит, здесь восстановить эксплуатацию по объекту небольшой перечень работы проведет. В целом, по национальному проекту безопасной крачной дороги мы находимся во всех установленных графиках. Софинансирование республиканского бюджета увеличено. И благодаря этому у нас идет масштабная работа по проспекту Ленина. И введена большая работа в 21-м году от Сушмашиска. Дальше, пожалуйста. По реконструкции и добавлению личного освещения, значит, это одна из тем, которая актуальна в нашем городе. На начало 21-го года у нас уровень освещенности города Якульска составлял 64%, что, безусловно, для современных городов является очень маленьким показателем. Благодаря поддержке главы республики и Бархана нам было выделено дополнительное 100 миллионов рублей в столичных функций, из которых 70 миллионов рублей были направлены на обеспечение уличного освещения. Вы видите, сравнение 3 года, 19, 20 и 21, в которых видна динамика увеличения количества освещения, количество светильников, опор и расстояние, которое удалось светить. Варианты 24-х метров дорог мы осветили. В первую очередь пытались осветить социальные, где-то подъездные, где-то есть маршрутный транспорт. Надеемся, этот тренд по освещению и по освещению города будет продолжен. В 21-м году мы проработали несколько вариантов. С четырьмя крупнейшими компаниями, работающими на территории России, провели переговоры, получили пока предложение по конституционным соглашениям, а также в рамках деятельности Горсвета подготовили стратегию, по которой мы сможем выделять по 70 миллионов рублей в течение ближайших лет практически весь год. Надеюсь, в ближайшее время мы прием решение, по которому мы пути и пойдем. Помимо этого, готовим энергосервисный контракт по замене неэнергоэффективных ламп на светодиодиодные эффективные цели. По транспортной инфраструктуре, у нас по транспортной инфраструктуре основные работы были направлены на обновление транспорта. В первую очередь, ЕПАКа. Благодаря проведенной работе совместно с Министерством транспорта у нас достигнут хороший и значимый результат. 65 автобусов для ЕПАКа уже начали пребывать. Кроме этой недели, 4 автобуса уже находятся на базе ЕПАКа. Остальные едут. И в целом, если сказать с учетом завтра, в час перевозчиков, 100 автобусов появятся на территории города ЕПАК. Из этих 65 автобусов у нас 40 будут работать на замененные пригородные маршруты. 15 автобусов мы заведем на городские линии, 10 автобусов будут покрывать между районной перевозки Намский и Горный Хангала-Слубска. То есть ЕПАК выходит не только за границы города, но и возвращается в сам город. По проводимой работе в рамках транспорта у нас остается очень актуальная тема теплых остановок. В 2021 году город Ферруи начал строить теплых остановок и сам эксплуатировать их сам за счет силы ЕПАКа. Построенную эксплуатацию 20 остановок. Мы для себя ставим задачу строить ежегодно минимум 10-20. Мы планируем построить 15 теплых остановок, но и создать сеть пунктурных теплых остановок, которые мы хотим позволить увеличить качество пользования общественным транспортом для населения города ЕПАК. Дальше. По благоустройству дворовых территорий. У нас, как вы знаете, мы в начале 20-го года приняли решение, что будем заниматься, в начале 21-го года будем заниматься, что при этом благоустройство, и три года будем заниматься наведением порядка, в первую очередь, дворовых территорий. Согласно принятым планам, мы в 21-м году провели работу по 15 дворовых территорий. В рамках этой задачи были отремонтированы, капитальный ремонт проведен в 15-го родных территориях. Как вы видите, для сравнения с предыдущими годами в разы увеличилось. То есть в среднем 2-3-4 дворовых территорий удавалось отремонтировать в рамках формирования современной городской территории. Наша инициатива была поддержана главой республики Дени Вячеслава Сергеевича. Благодаря этому мы запустили уже в рамках его программы «Мой порт». Благодаря этому мы планируем отремонтировать уже 75 дворовых территорий. То есть мы изначально планировали 75 дворовых территорий в течение 5 лет. Благодаря тому, что удалось все возможные источники финансирования решить и защититься на территории города Игруска. Только 75 дворовых территорий были отремонтированы в течение 22-го года. Это наш основной результат работы 21-го года по наведению порядка дворовых территорий. Помимо этого мы провели работы, сделали 15 спортивных площадок, блоковых площадок в рамках 3-х третьего благоустройства. Помимо этого строили спортивные площадки и по народному бюджету, а также предприниматели сами оказывали горную поддержку и строили спортивные площадки за свой счет. Мы построили баскетбольную площадку в Табаге и устроили 5-4 общественных пространств и работы по Парту Победы. В этом году тоже запланировано Парту Победы и уже с этого года Парту Победы начинает работать и принимать жители города Игруска. По санитарной части города основные показатели по углазу снега, по термограммональному отходу, по крупным габаритным отходам перед вами представлены. Здесь хотелось бы отметить то, что в принципе у нас задача по санитарной части города одна из приоритетов. Мы для себя в 2021 году поставили задачу проанализировать, в чем основные проблемы, что нужно сделать, чтобы было эффективнее и лучше. Одно из первых решений, которые мы нашли, сделали это, возвратили муниципальных горников. Теперь у нас за каждого права закреплены муниципальные горники, которые используются не только как горники, но и разнорабочие, где-то что-то подколотить, дотащить, что повышает оперативность принятия решений в таком хозяйстве, как гор, это очень важно. Также мы провели большую работу в 2021 году по обновлению коммунальной техники. В течение 2021 года до конца города успели заключить договоры на 20 недель с коммунальной техникой. В течение последних событий уже часть из них попали в стационарный список, часть будет пересмотрена в связи с увеличением процентов, стало забирать лазерные, соответственно, лизинги, лизинги, лизинги компаний. Тем не менее, начнем планировать максимально идти на отечественное производство и продолжить большую работу по обновлению коммунальной техники, а также пересмотры подходов, каким образом, где убирать, где-то уходить на торги, где-то увеличивать количество порученной техники, что позволит содержать трехлары в общественных пространствах в более чистом состоянии. Мероприятие по обращению с безнадзорными животными – одна из усложняющих и дальнейших тем для нашего города Якутска. В целом, в конец прошлого года я обращу ужасной трагедии, которая произошла в нашем городе. Изменения федерального закона, наступившего в начале 2020 года, у нас позволяет использовать процедуру УСРО. Данные по вашей таблице представлены сверху, данные, которые до введения всего 48-го федерального закона, ниже после введения. Мы видим то, что сил и средств образы тратится больше. Количество забав, которые проходят в процеду УСРО увеличено по сравнению с 2020 годом, количество опробов увеличено по сравнению с 2020 годом практически в полтора раза. Но, тем не менее, проблема остается после. Поэтому, значит, была проведена уже после числа, в течение 2020 года, в первых месяцах, работа с правительством. Будет выделено дополнительно 30 миллионов рублей на поле Якутска для того, чтобы увеличить коллективную способность пункта передвижки, провести работу по изменению его в приют, а также по содержанию, соответственно, по фиксированию. Очень много вопросов неясных в текущем право применения 498-го федерального закона. Но это могу всех повесить, на этом вопросе останавливаться не будем. Основные показатели порядка 28 миллионов рублей. Значит, было у нас потрачено на исполнение закона 498-го почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Дальше. По обработке сухого двигательства у нас основные показатели у вас перед экраном представлены. По проведенной работе 28 миллионов рублей завершено строительство третьего этапа. И союз планова уходит на производственные мощности, которые были запланированы. Вы видите количество увеличения общего тоннажа. И отдельно по доматам, по зелени, по огурцам. Продукция не задерживает смысл вода, как раз, потому что, в первую очередь, она идет в наши социальные учреждения. В целом, по союзу, по единству в союзе обеспечиваются новые рабочие места. И, значит, продукция входит в очень высокий способ, по самым главным. Поэтому мы будем рассматривать возможности дальнейшего увеличения данного проекта. Потому что, как бы, значимость его трудно берется для жителей города и гостя. Дальше. По мерам, конечно, предпринимательства у нас по плану ежегодно проходят ряд мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства. Предпринимательство сообщество очень важно в приходе. Напомню, что 31% наступления, собственно, какой-то бюджета для специального блога решила. Значит, мы фиксируем для себя в целом то, что оборот грозащих товаров по результату 2021 года перекрыл до пандемии 2019 и пандемии 2020 год. Значит, по обороту общественного питания мы подошли к плотным показаниям 2019 года до пандемии 2020 года. То есть, ты говоришь, пожалуйста, в принципе, отрасли основные восстанавливаются. Значит, экономика в результате 2021 года практически пришла на пандемийный, а в отдельных случаях перешла к пандемии 2019 год. По основным мероприятиям, которые мы хотели отметить в 2019 году, которые были проведены, значит, мы совместно с вами приняли решение об уменьшении процентной ставки по фонду поддержки предпринимательства с 7 до 5% снизили, что текущий поток является наиболее актуальным. Мы сейчас хотим искать способ для того, чтобы докапитализировать фонд поддержки предпринимательства города и просто для того, чтобы для местных предпринимателей сейчас особенно важным и актуальным будет применение этих вот ресурсов для поддержания бизнеса и развития. Основные мероприятия специально перед экраном, мы не будем зачитывать, как мы посмотрели дальше. Отдельно хотелось бы затронуть вопрос очень актуальный, это борьба с незаконным предпринимательством. Мы для себя провели анализ из количества работающих людей, проживающих на территории города Якутска, и работоспособного населения, заобществ учетов, всех категорий, которые могут не работать. Так вот, в городе Якутске порядка 200 тысяч человек, которые могут работать, эти из них порядка 34 тысяч человек у нас сегодня заняты в теневой экономике. Теневая экономика, значит, у них платятся налоги, не НДФЛ, не получаем налоги. И, соответственно, для себя анализируем порядка 900 миллионов рублей потенциально, с учетом того, что если эти люди получали минимальный урок, не дополучают налоги уже 2-3. Мы планируем в 20-м году эту работу совместно с надзорными органами провести более детально, для того, чтобы минимизировать количество теневого предпринимательства. Ну, в целом, вот, по незаконному предпринимательству, отдельно хотелось бы заметить вопрос, который окружная администрация ставит в себя приоритетный, это проекламе с продажей алкоголем. Значит, в первую очередь мы хотели бы отметить, что в более 2 раза больше изъято алкоголя при совместном креме с МВД. Значит, у нас в 21-м году мы прекратили договора с 9 нестационарными торговыми объектами, которые продавали роль, ну, в 19-м году это вообще не было, в 21-м году это один объект. Сначала в 22-м году уже 4 объекта, 2 уже точно растут, 2 уже сейчас на стадии. То есть, вот, порядок того, что наливайте в стояных угловотворах, киосках, таких мероприятий, куда точно не будет в городе, мы с этим уже научились работать и будем бороться. Дальше, пожалуйста. По облитурно-массным мероприятиям, город у нас, наверное, тоже оставался сложный, с этим необычным точки зрения, в большинственном мероприятии проходила обочная и заочная информация, но в течение 20-21 года мы научились это все делать, а за 21-м год увеличен охват и количество проведенных мероприятий в таком формате. Дальше, информация по итогам проведения отчета отчитались во всех 15 ругах, в 8 ругах, в 6 ругах, в 5 личном участии. Значит, целое население задавало, значит, вопросы присутствовало на первых трехочных, далее мы пришли на полностью видеоконпьютер-связь, тем не менее признали население, что приняли активное участие, задавали большое количество вопросов, порядка более 4-5 вопросов было задано, еще всего человека, который принял участие. Основные цифры, которые были затронуты в грамках проведения отчетов при населении, в рухах, в 2-х, в 2-х, 2020 год для нас очень радостный год, очень важный год, он раздоминован основными мероприятиями, которые важны для каждого, чтобы будет идти. Это столетия нашей, образования нашей республики, 390-летие нашего города, 200-летие Российского Русского Русского Дума, и 25 лет с начала празднования нашего национального праздника на местности Штаты. И объявлен Год Матери нашим лидерам Исиным Сергеевичем. Это основные мероприятия, которые западнированы в 2020 году, будут проходить в Валик-Анью. Далее. По-моему, на этом все, да? Да. Продолжение следует...